Три года сюда и живу, я не видел ни разу, что что-то делали. Вот один раз сантехники пришли, вот эта первая раковина потекла. Они просто её убрали, а эти всё закрыли. Житель дома Поведенеева 43 Николай Машкин искренне не понимает, что управляющая компания вкладывает в понятие содержания и текущий ремонт. Ведь крыша здесь после сильного дождя протекает, как протекала. Стены рушатся, уже не говоря о том, что потолок до сих пор не побелен после случившегося здесь давным-давно пожара. Между тем, в платёжных квитках напротив строчек содержание жилья и текущий ремонт ежемесячно значатся вполне конкретные суммы. Деньги эти уходят, они их берут, но не знаю, куда уходят. Но ведь, вот, например, считай, по 200 рублей с человека получается. Сколько здесь? Почти 40 комнат. Вот это умножить месяц, получается большая сумма. Где? И как-то получается, как вроде мы бесхозные, вот что тут получается. Сюрпризом стала для Николая Машкиной неожиданная смена управляющей компании. Заметил он это лишь, когда вместо зелёных стал получать оранжевые квитки. Оказалось, что вместо жилсервиса теперь работает другая компания. Суммы в квитанциях при этом не изменились. Не изменилась пока и ситуация в доме. В конторе новорождённой управляющей компании пояснили. Жалоб много, жилой фонд им достался проблемный, непростой. Да, все бегут, все бегут, да. А мы что-то взяли, с какого времени-то? С первого мая. Ну, с первого мая, за два месяца, и всё сразу им сделай. А образовались совсем недавно, что ли? Да, конечно, с мая раздала, дома взяли так. У жильцов всегда есть рычаг, с помощью которого они могут надавить на свои управляющие компании, считают в городском управлении ЖКХ. На общем собрании нужно решить, стоит ли доверять организации или разорвать с ней отношения. Для этого следует потребовать от управляющей компании полную информацию о тех работах, за которые они берут платежи. Позаботилось этим и правительство Российской Федерации. Есть требования по раскрытию стандартов информации. Все управляющие компании сейчас обязаны разместить информацию в обязательном порядке на сайте своём. Более того, сделав туда запрос по электронной почте на сайт, в течение двух дней управляющая компания должна дать ответ. Если не срабатывает, то нужно обращаться в Государственное инспекторство неведомственного контроля Пермского края. Оплатить слепую значит играть на руку недобросовестным коммерсантам. Брать деньги за несуществующие услуги – это излюбленный приём компании-однодневок, дискредитирующих саму идею государства по созданию эффективной системы управления жилым фондом страны. Если есть подозрения в возможном мошенничестве, не стоит тянуть с обращением в правоохранительные органы. Елена Закирова, Сергей Пьянков, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.